Практически нет новых слайдов. Сегодня гибрид из тех слайдов, которые были бессмысленно показаны в тот день, когда я рассказывал про методы, и гибрид тех методов, которые я в пятницу в прошлый раз рассказывал, когда я рассказывал про меандрирование. А сейчас мы будем их чередовать и говорить, о, смотри-ка, метод меандрирования, метод русловой процесса, метод разной типы, метод, там, следующий, четвертый, разный тип руслового процесса, мы таким образом говорим, о, так у нас руслового процесса-то оказывается, что это они так были у нас в загоне-то, почему-то они ничего не знали, эти ученые, которые последние лет сто, наверное, уже изучали русловые процессы, почему-то они что-то не сформулировали, не использовали эти общеизвестные положения, не использовали эти общеизвестные методы, не занимались аналогией из других областей, не сделали систему законов. Почему-то странно, да? Почему мы сейчас можем быстро, оказывается, много-много-много узнать? То, чего не прописано, за сто лет не было никем, ни в каких книжках ученых, ни в статьях, там, докторов, там, профессоров. Чуть-то они этим не занимались, чудеса. Удивительные вещи вообще, удивительные. Ну, это и есть признак того, насколько слабо развита наша наука. Ну, и, соответственно, и такие же, много разных других наук, где тоже все это можно применить очень легко. Так, это я вам тоже показывал, что вот это аналогия. Ну, по аналогии все понятно. Мы пытаемся по аналогии сравнить что-то с чем-то. А, и вот, кстати, я тоже это вам показывал, алгоритм действия по аналогии. Надо просто взять какой-то параметр, за которым как бы мы хотим, вот считаем, вот он сущностный, вот мы хотим с него разобраться, но они понимают, что происходит. И мы ищем аналог, в котором есть это знание. Но нужно, чтобы по аналогу уже было что-то. Уже было, например, гипотеза, почему это происходит. Какое-то дополнительное знание. Так вот это дополнительное знание, которое есть по аналогу. Мы смотрим, например, по внешнему виду, например, там, река извилистая, змея извилистая, дорога извилистая. А потом говорим, о, почему река извилистая непонятно. А вот почему дорога извилистая понятна. Там есть разница уклонов. Того уклона, по которому не хочет машина ехать, опасно там, и по которому она согласна ехать. Ну и решение вдруг автоматически заключается в том, что дорога должна быть длиннее, а чтобы длиннее, надо быть извильцей для того, чтобы длинную дорогу поместить на склоне. Вот, вот, и говорю, о, так там это соотношение уклонов. Так у нас что-то, наверное, похоже на соотношение уклонов. Что-то там такое происходит. А, и вот, кстати, тоже аналогия. Вольт это как бы давит, это напряжение. Ом это сопротивление. Напряжение заставляет протолкнуть, а сопротивление не дает. Вот, и это что? Закон Ома получается, да? Вот, может быть, то есть, вот это уже что? Это аналогия закона Ома с вот такими вот толстячками. А мы подумаем, ага, нет ли какого-то аналогии, подобные по пропускной способности, по напряжению, что там, чем является, например, для рек или не для рек, еще для чего-то. Вот. Так. А выводы по аналогии. Что их много? Правильно. По какому возьмем? По какому критерию? По тому и по какому свойству? Потому и будем аналогировать, да? Вот. И, соответственно, раз их много, значит, их тоже можно классифицировать. И, кстати, вот я не знаю, есть ли такие классификации. Вот. Но аналогия это хромая врагиня, она богиня, она хромая, потому что гарантии того, что у нас работает нет. Потому что мы вполне можем... Точнее, тут скорее даже сказать надо, что аналогия это вообще-то не работает. Это удивительный случай, когда она работает. Но мы хватаемся хотя бы за этот случай. Потому что вообще-то... А, мы еще надо было вспомнить ученых. Ученые-то как? Ученые, вот нормальные ученые, они вообще не так действуют, да? Поэтому это сто лет наука, кажется, в процессах не развивалась. Нормальные ученые, они изучают реку и надеются, что они, изучая реку, из нее вытащат какие-то законы. Коллеги, это совершенно самое бессмысленное занятие. Вот. Глупее занятие не придумать. Но почему-то оно возведено вот в рамках научного исследования. Считается, что нужно исследовать то, что ты хочешь познать. Коллеги, самые глупые действия. Вот. Совершенно. Коллеги, ну хотя бы просто потому, что если ты хочешь познать, то ты должен познать многограмм. А многограммность, он подразумевает причины, генезис, эволюцию. Так вот, для того, чтобы познать вот само явление, то причины лежат на более высоком системном уровне. Они не внутри лежат. Они даже лежат не на уровне самого явления. Ну, например. Ну, например, для того, чтобы понять, почему там люди рождаются и живут, то надо изучать не этого человека. А надо вообще как бы изучать эволюцию вообще, почему существуют люди, да? И потом раз, то вот это их рождение и умирание, это их естественное состояние. И тогда все логично, когда ты смотришь не просто на рождение, а на всю его жизнь. Да еще и на всех. Ну, то есть, на более высоком уровне ответы становятся часто очевидными. Поэтому нужно изучать не это явление, а нужно изучать совсем другое явление. На более высоком системном уровне. Ну, ладно. Нам надо, коллеги. Опять же, аналогия. Ну, аналогия самый такой дохленький метод. Вот, соответственно, переходим к более интересным методам. А, ну, все-таки про аналогию еще. Значит, опять про дороги я вам рассказывал. Вот, значит, если так машина ехать себе сложно, она едет вот так для того, чтобы, соответственно, решается вот этой гармошкой. Соответственно, тут тоже. Вот так машина упала, поэтому она решила ехать так. Вот. И, соответственно, опять эта картинка. Вот. Теперь мы поняли, почему дороги извилистые. Теперь надо подумать. Теперь у нас есть аналогия. Теперь у нас есть... Мы подумаем очень просто. По той схеме. Помните ту схему? Мы говорим, а что еще похожее внешне? Сначала мы называем это явление, что вот извилистые. Вот у нас явление, меандрирование, оно извилистые. Мы говорим, ага, извилистые. Давайте посмотрим, что у нас есть еще извилистые. Мы говорим, что у нас есть извилистые? А, вот у нас есть извилистые, там, например, ДНК. И мы говорим, о, а какое знание мы знаем о ДНК, которое вот привело к тому, что оно стало извилистым? Ну, тут особо у меня ответа нет, но как бы надо на эту тему подумать. Тоже, наверное, можно придумать, что, типа, она не просто ДНК, а там она двойная. А она двойная, и она... Опять же, вот эти мостики мы видим. Эти мостики, вот для того, чтобы они соединялись, для того, чтобы, в общем, она должна быть какая-то извилистая. Вот. Вот. Вроде она и короткая, да? Ребенок может в руке ее держать. А в другой стороне, она, наверное, если растянуть, она будет, там, несколько метров. Да, компоновка, получается, Александр. Получается, что вот это решение, что вот, и она еще, плюс, она еще становится динамичной. То есть, она может быть и короткая, и длинная. И вот, ребенок может играть с ней, потому что он ее то удлиняет, вот, то расширяет. Плюс еще там... Так, то есть, мы видим много. О, тоже, смотрите, оказывается, меандрирование похоже на клубок. Потому что там вот клубок какой? Такой клубок маленький. Его бабушка может взять в руку, там, и переложить куда-то, там, или котенку бросить. Вот. Или, там, еще чуть-чуть использовать, да? А потом выясняют, что там, оказывается, в ней замотано, там, сто метров ниток. И вот, ну, то есть, опять, ну, это все уже очевидно. Это мы с вами, это уже проходили в пятницу, да? Ну, вот, почему-то какие-то такие, ну, извилистые, да, это же спиральки всякие, тоже извилистые. То есть, тоже какие-то галактики тоже извилистые, наверное, тоже неспроста, да? То есть, получается, что там что-то такое вот оно одновременно и длинное. То есть, оно как бы и большая, и маленькая, да? То есть, там вот это решение противоречия. А, мы еще о противоречии не говорили. Вообще, помните, я вам рассказывал сегодня в самом начале, что у нас есть диссиметрия. Потом диссиметрия в динамике превращается в принцип Лештелье. Потом мы говорим, что есть не только принцип Лештелье, а есть еще разные другие состояния, когда идет возврат, то есть, устойчиво-неустойчиво на весе. Потом мы сказали, что там еще у нас есть целая система законов реакции, которые я вам еще не рассказывал, завтра расскажу. Вот, так вот, противоречия – это самый первый шажочек, о котором я даже вам забыл сказать в самом начале. И, кстати, в моей жизни шаги по этим, таким вот краеугольным научным методам, фактически познания природы, ну, природы, да, у меня каждый из этих методов был связан со знакомством с отдельным человеком. Противоречия – это Георгий Саводович Альшуллер. Это ТРИС – теория решения изобретательских задач. У Альшуллера, как вы помните, может быть, если знаете, то у него для того, чтобы решить изобретательскую задачу, эту задачу нужно обострить. Для того, чтобы ее обострить, тогда она легче решается. Вот если ее обостряешь, то это обострение происходит как раз методом противоречия. Вот. Вот. И с Альшуллером я лично не был знаком, но ездил на конференции, которые организовывались с ним, им, а потом его учениками. Вот. И там я познакомился с Валюславом Владимировичем Митрофановым. Так вот, Митрофанов меня как раз познакомил с диссиметрией, хотя этот не он, конечно, придумал, и сейчас будет еще опять по диссиметриям. Просто я говорю, что эти методы, они еще были связаны с фамилиями. Потом, после диссиметрии, я познакомил, не познакомил... Ну, с Мурашковского у него не было методов, у него был метод, который мы с вами проходили. В самом начале, это сама логика, история развития различных научных представлений. И по аналогии, я сумел сделать ее в науке русских процессов. Фамилия Мурашковский. Вот. Потом дальше. Была фамилия Гуревич. Это в его книжке, и сейчас будет опять же на него ссылка, был метод, который вот назывался «Причинная ось». А потом, по самой последней, с кем я пообщался, и вчера, в воскресенье, я был на дне рождения у Генрия Евгеньевича Скворцова. Ему было вчера 80 лет. Это вот уже был концентрат всего этого, потому что закон Скворцовой, ну, условно, придется назвать закон Скворцова, хотя, потому что никто почему-то вот такую систему до него не придумал. Хотя уж казалось бы, да, сколько ученых. Каждый кувыркается в своей, там, отрасли. А почему-то вот обобщить, почему-то не смог. Вот, а он смог. Ну, вот это я завтра вам расскажу. Мощнейшая вещь. Мощнейшая вещь, которая... Она минус какой? Не распиарена. То есть у нас... Может быть, я тоже это рассказывал, когда-то, не знаю, были вы или нет, но, и, может быть, еще расскажу в рамках этого вебинара. Я... Идея какая? Идея заключается в том, что... Ученым научным считается то... Вот сейчас это глупо звучит, но вы подумайте. Ученым научным считается то, что считается научным. То, что признано другими учеными. Кажется, что научным должно быть то, что правильно. А ненаучным, квазинаучным, псевдонаучным, то, что неправильно, да? Казалось бы. Вот. Так вот, не так. Если что-то еще другими учеными не признано, оно ненаучно. Ну, например, вот я вот эту идею, которую вам рассказываю о причинах меандрирования, я ее сформулировал уже... В 98-м году я уже послал статью 20 лет назад. Она была напечатана в хорошем журнале «Известия Академии наук». За 20 лет на нее никто не ссылался. Потому что она была не такая. Она отличалась от всех предыдущих. То есть, она не признана. На нее не ссылаются, значит, она не признана. То есть, не распиарена. И таким образом, никто еще это не знает, никуда это не попало, никто это не обсуждает, никакие там книжки, учебники, обзора не попало. Только я рассказываю на вебинарах. Вот. Примерно то же самое происходит с книжкой Скворцова. Она была издана там с тиражом 300 экземпляров. Кто ее знает? Кто ее видел? Никто ее не знает, никто ее не видел, кроме того, что вот я рассказываю там двум человекам вам. Вот. Но это неизбежно. Это неизбежно, потому что если мы не раскрутим его, не донесем его знания. Но Дарвин, когда писал, тоже пионером был. Ну да, да. Так тоже так же его там и 50 лет не признавали. Вот. Хотя вроде бы тут очень интересная ситуация, Александр, известная вам, что обычно подобного рода как бы научные открытия делаются сразу, не сразу, но хотя бы плюс-минус там 10, 20, 30 лет делаются одновременно разными людьми и часто не знающими друг другу. Потому что мало того, вы знаете, да, что до Дарвина за много лет, лет за 7, по-моему, была опубликована эта идея неизвестным человеком. Но он потом ничего не делал. То есть его публикация осталась вот этой публикацией. А Дарвин, он прикладывал большие усилия для пиара своей идеи. Я не помню, как его зовут. Не, я плохо в этом разбираюсь, может, вы знаете. Вот. Вряд. Я не помню. Это неизвестная фамилия. Мальтус известная фамилия, а еще и была неизвестная фамилия, которая до сих пор осталась неизвестной. Ну как, малоизвестная такая. Вот. То есть уже складывается миф. Миф складывается, что это, да, сделал Дарвин. А по сути сделал другой человек. И это правильно. Так и происходит. И вообще-то есть такое правило, не знаю, знаете вы или нет, что обычно закон называется не по автору. Закон чаще всего называется по второму, третьему человеку. потому что вообще-то даже непонятно кто за. Потому что обычно один выдвинул гипотезу, другой ее обосновал, третий ее подкрепил, четвертый он конфертизировал, пятый ее опубликовал, шестой ее распиарился, на седьмой на этом сделал деньги, восьмой на этом сделал все остальное. Вот сейчас то, что я вам рассказал, это есть такая книжка Георгия Гуревича художественная, называется как делается открытие. Вот он прописывает вот эту логику. И потом это обычно известие, тем мы не знаем, кто на самом деле автор. Мы просто потом уже насильно насильно традиции, то есть считается, что давайте будем считать так. Ну, например, вот я учил английский язык, прихожу изучать английский язык, а там вопрос. Написано, кто изобрел радио там, например, этот, Маркони или еще кто-то? Я говорю, так не подходит ни один вариант, потому что его ни Маркони изобрел и ни кто-то там еще, потому что это калька, это привезли английскую методику и хотят изучить, чтобы мы изучали английский по этой методике. Здесь считается, что Маркони придумал радио, а вовсе не Маркони. А я говорю, неправильно, значит, я должен написать, что Попов изобрел радио. А если мы будем копать дальше и глубже, то мы выясним, что оказывается у Попова-то был зачаток радио, и подобный зачаток радио был еще до Попова, у Герца. но мы почему-то не связываем ни с Герцем, а иностранцы даже и с Поповом не связывают, а связывают, то есть у нас вот это с Маркони. Получается вот такая каша. Ну ладно, это не важно. Вообще, поэтому я считаю, что то, что сделал Скворцов, это вообще такая грандиозная вещь, что сложно осознать. Я вам о грызочке этого расскажу вот в виде системы законов реакции, которая идеально ложится на руслое процесса. Красиво вообще. И, соответственно, есть большое подозрение, что вяжут и на многие другие науки. Мало того, во многих науках они уже есть, но не в виде системы, например. Или имеется название, ну, например, вот самый простой закон, это реакции вот так вот. То, что общий закон лешит Илье, это в этом, это закон ГОКа.